Привет всем! С вами Мартин для CGBoost.com и в этом коротком видео из серии быстрых советов мы рассмотрим создание чего-то очень полезного для наших шотов окружающей среды с элементом звездного ночного неба. Я имею ввиду, вы можете просто загрузить изображение или сделать снимок ночного неба и это может неплохо сработать при дневных снимках, но как только вы начнете искать именно ночное небо, вы обнаружите, что они зернистые или размытые и обычно непригодные для 3d. Это означает, что да, мы создадим собственное звездное небо с нуля, используя только ноды и различные элементы от мягкого свечения до анимации облаков и конечно же луны. В итоге вы сможете вставить это в любую ночную сцену, чтобы это служило фоном, который вы сможете легко настроить и анимировать. Это видео по сути тесно связано с моим курсом Master 3D Environments in Blender, где вы узнаете, например, как сделать пустыни, горы, высокогорья, океаны, 3d-облака, элементы погоды и многое другое. Еще несколько недель этот курс будет в раннем доступе по сниженным ценам, так что да, надеюсь, я пробудил ваш интерес. Давайте начнем этот урок создания сферы, которая станет нашим небесным куполом. Сделайте ее довольно большой, примерно 1000 метров. Установить это вы можете здесь. Однако, как только вы это сделаете, лучше всего поднять здесь View Clipping, чтобы ваш viewport не обрезал объект. Примените масштаб. Это хорошая привычка, особенно когда вы планируете работать с узлами наложения текстуры, что мы и сделаем. И поскольку я не планирую использовать сферу в качестве окружения, а скорее как 2d-фон для моей сцены, я удалю большую ее часть и буду использовать только эту полусферу, что вам и следует сделать на этом этапе для дальнейшего использования в ваших сценах, деактивировав тени этого объекта. Я имею в виду, что если вы создадите действительно большую сферу, как эта, она, конечно, отбросит тень, загораживая части вашего ландшафта. Поэтому, чтобы избежать этого, нам нужно спуститься сюда и выключить Shadow, Ray Visibility. Это если вы в Cycles. Если же вы будете создавать небо в Eevee, и давайте переключимся на него, вам нужно будет создать новый материал и здесь поменять Shadow Mode на None. После этого назовите его Sky Doom. Дадим ему Shade Smooth, кликнув правой кнопкой и выбрав это. А также вы можете нажать Ctrl-2, чтобы добавить дополнительные сабдивы. Окей, теперь мы готовы нанести на это звездное небо. Итак, для начала давайте поработаем над нашим материалом. Откройте Shader Editor и начнем с подключения к сокету Base Color. Для начала это будет узел Noise Texture. И мы также можем парить внутри нашей сферы, чтобы лучше все видеть. Если вы активируете аддон Node Wrangler, который, я уверен, вы знаете, что он входит в число встроенных аддонов, и вам просто нужно активировать его в настройках. И я даже не знаю, почему до сих пор, когда очевидно, что все его используют, по умолчанию он все еще не активен. Но в любом случае, выбрав активным этот Node Noise, вы можете просто нажать Ctrl-T и получить настройки Coordinate Mapping. А здесь просто оставьте все как есть. Честно говоря, вам даже не нужно было это добавлять, потому что Blender использует эти сгенерированные координаты по умолчанию. Но я хотел, чтобы вы знали сочетание клавиш Ctrl-T. Вы также можете перейти в режим Render Preview и увидеть, что что-то происходит. Это совсем не похоже на звезды. Но прямо сейчас мы поработаем над этим. Чтобы получить фон звездного неба, установите масштаб примерно 1000 и детализацию на 6 или больше. А остальное оставьте как есть. И давайте посмотрим. У нас теперь есть типичный Color Noise. Но это не совсем то, что нам нужно. Вместо этого мы должны сделать его звездами. Итак, первым логичным шагом было бы избавиться от цвета. Вы можете сделать это просто, добавив самый обычный и проверенный нод в Shader Editor – это Color Ramp. Теперь, когда вы настраиваете конечные точки вот таким образом, вы сразу же получаете несколько симпатичных звезд. Они тусклые, но когда вы дополнительно подключите их к шейдеру излучения, они засверкают. Это было проще, чем вы думали, правда? Я установил значение 0.65 для черной точки и от 0.7 до 75 для белой точки, в зависимости от того, насколько яркими вы хотите, чтобы ваши звезды были. Окей, давайте выберем узлы, нажмем Ctrl-J, чтобы обрамить их и назовем эту рамку здесь в меню боковой панели Stars. Здесь вы даже можете изменить цвет и размер. Итак, это наше звездное небо, а далее мы настроим световое свечение. Узел, который вы можете использовать для создания градиента, просачивающегося снизу на ваше звездное поле – это текстура градиента. Давайте сначала отключим звездное поле, чтобы его не было видно и подключим эту градиентную текстуру отдельно. Сначала в цвет, а затем в излучение. И вот небольшая хитрость. Если вы удерживаете Shift и перетаскиваете правой кнопкой мыши, вы создадите узел перенаправления. И теперь давайте вытянем наше соединение с этой точки. Преимущество этого заключается в том, что в следующий раз, когда мы захотим подключить что-то к этим двум разъемам, вам не нужно подключать его дважды. Вместо этого вы подключаете его только сюда. Экономия времени – это профессионально. Окей, вернемся к текстуре градиента. По умолчанию вы можете видеть, что она расположена от плюс икса до минус икса, переходя от белого цвета к черному. Я вижу этот градиент довольно тяжелым, поэтому, по сути, давайте сначала переключимся на квадратик. Во-вторых, я хочу, чтобы он шел снизу, а не сбоку. И для этого зажмите сочетание клавиш Ctrl T и на этот раз мы им воспользуемся. Кстати, оставив метод координат Generate, есть одно преимущество. Если позже вы начнете масштабировать свой небесный купол, текстура останется прежней. Итак, теперь, чтобы он сиял снизу, нам просто нужно повернуть ось Y на минус 90 градусов и тянуть ее по оси X, пока мы не увидим какой-то результат. И вам может потребоваться зажать Shift при манипулировании этим значением X, потому что оно становится очень чувствительным. Теперь самое время добавить камеру в нашу сцену. Итак, добавим ее. Разместите ее там, где хотите. Разумеется, поднимите End Clipping, чтобы избежать обрезки нашего небесного купола на большом расстоянии и установите любое значение, которое хотите. Я буду использовать кинематографическое соотношение сторон 21 на 9 и довольно широкий объектив. И теперь, выгодно выставив кадр, вы можете настроить мэппинг, поиграв со значением X. Самый быстрый способ контролировать свет этого свечения, просто добавить сюда узел MixRGB и переключить его метод на Color с фактором 1. Теперь вы можете просто поиграть с цветом здесь, сделав его слегка голубоватым или любым другим, каким только пожелаете. Наконец, мы смешиваем его со звездным полем. Для этого вы, по сути, можете добавить еще один узел MixRGB и оставить Mix. Подключите звезды к первому сокету, свечение ко второму сокету и все. И, кстати, если на этом этапе по вашему свечение слишком мягкое по краям, вы всегда можете добавить сюда ноду кривых, чтобы повысить интенсивность для средней точки, низкой или высокой, или сделать его более контрастным. Очень полезный узел. Вы также можете немного повернуть его по оси Y, чтобы он шел больше с одной стороны или с другой стороны. Сформируйте эту сеть и назовите ее Glow Button. На самом деле, это можно подать как угодно. Например, слой атмосферы или тусклое свечение приближающегося рассвета. Самое время приступить к добавлению Луны. Я обнаружил, что самое простое решение – просто использовать текстуру изображения и наклеить ее на свой небесный купол. Таким образом, просто находим прозрачную текстуру Луны, загружаем ее и просто импортируем изображение, воспользовавшись аддоном Images as Plane. Еще одно из тех незаметных аддонов, которое должно быть активно по умолчанию. Итак, как только вы добавите его, увеличьте его и прикрепите к своему небу при помощи привязок. Нажмите Center и Align Rotation, а затем просто переместите плоскость по куполу, удерживая Ctrl. Поместите ее туда, где вы хотите разместить Луну. И в редакторе шейдеров также подключите ее к Emission. Чтобы контролировать цвет Луны, вы можете снова добавить ноду Color Mix с таким же цветом, который мы использовали для свечения. Только вам не нужно делать его фактор таким же интенсивным. Если вы хотите, чтобы излучение также контролировалось этим цветовым миксом, просто подключите к нему этот выход. Кроме того, вы можете настроить излучение, если вы подключите ноду Curves между узлом Mix и сокетом Emission. Фактически лучше, если вы поднимите темную точку и уменьшите светлые участки, чтобы излучение более равномерно распространилось по Луне. Круто! А знаете, что сделает ее еще круче? Активация опции Bloom в настройках Eevee. В итоге я установил Threshold на 0.6, большую интенсивность и голубоватый цвет. Теперь, чтобы гарантировать, что Луна прилипает к поверхности нашего небесного купола, вы можете сначала связать ее с объектом, а затем вы также можете добавить модификатор Shrink Wrap с настройками по умолчанию. Sky Doom указать как Target и еще можете добавить немного смещения, чтобы Луна не пересекала небесный купол. Очень красиво, но Луне не хватает чуть больше свечения. Вот что мы сделаем дальше. Свечение Луны мы могли бы создать разными способами. Например, вставить сферическое градиентное изображение за плоскость Луны, но я хочу, чтобы оно было частью материала моего небесного купола. Поэтому вместо этого я продублировал нижнюю сеть свечения и повторно использовал ее, чтобы сделать лунное свечение. Итак, сначала давайте подключим это отдельно и изменим тип градиента на сферический. Теперь нужно будет просто уменьшить свечение и расположить его прямо здесь, где находится Луна. Однако, прежде чем мы это сделаем, мы изменим тип мэппинга на Texture. Особо не задумывайтесь о том, чем тип Texture отличается от типа Point. Сейчас важно то, что если вы хотите уменьшить текстуру в виде Point, вам придется увеличивать масштаб, а в типе Texture вы можете вводить числа меньше единицы, что, по крайней мере для меня, всегда имеет больше смысла, особенно если я хочу поэкспериментировать с размещением. Итак, немного поиграв с масштабированием и позиционированием, я пришел к этим числам. Это, конечно, не идеальное решение. Свечение сомнительно распространяется по нашей сфере, но вы можете сделать так же. И учтите, что числа здесь, конечно, будут зависеть от положения вашего небесного купола, камеры, а также того, где вы хотите, чтобы Луна была в кадре. И если вы найдете для этого лучшее решение, обязательно дайте мне знать в комментариях. Далее идет цветовой узел. Я ставил примерно 0,5. Я не хотел, чтобы он был слишком красочным. И, наконец, я добавил его с очень низким коэффициентом и типом наложения Mix. Однако, этого свечения мне было недостаточно. Я хочу, чтобы у него было больше внешнего свечения и меньше внутреннего. К счастью, для этого есть более простое решение. Просто используйте эту текстуру свечения дважды. Однако, прежде чем мы это сделаем, давайте создадим новую сеть. Затем продублируйте этот узел Color, а также продублируйте узел Mix и расположитесь здесь. Наконец, подключите новый узел Color к этому новому узлу Mix. Окей, это просто смешалось с тем же свечением, что и предыдущее, только делая его более интенсивным. Однако, узел, который позволит нам поиграть с формой второго свечения, снова будет узлом Curves. Создав подобную контрастную кривую, я смог уменьшить менее интенсивные части свечения и усилить блики, сделав в центре более интенсивную форму меньшего размера. Затем, просто отредактируйте эти факторы, смешивая их, пока вам не понравится результат. И, конечно же, вы также можете поиграть с цветами двух свечений. Последний штрих, который мы добавим, это облака. Для этого мы будем использовать Noise Texture с типом 3D. Итак, подключите это сюда. Масштаб 4, а уровень детализации мы можем сделать высоким, скажем 12. Также добавим немного искажения. Затем добавьте Color Ramp, чтобы сделать ее черно-белой. И увеличьте контраст, соединив две точки вместе. 0.45 для точки черного и 0.55 для точки белого, чтобы выглядело примерно так. Чтобы подключить его к нашей сети, берем ноду Mix и подключаем с предыдущего микса выход к первому сокету последнего микса, а второй пока ставим пустым, сделав облако на некоторое время белым, потому что сейчас мы делаем только форму облака. Теперь подключим этот Noise Texture к фактору. Теперь белый цвет смешивается с пятнами, определяемыми этой сетью облаков. Теперь мы можем ясно видеть форму облака, но, конечно, мы не хотим, чтобы она была такой белой. Прежде чем мы определимся с цветом, давайте разберемся с позиционированием. С помощью Ctrl-T выведите сетку позиционирования к текстуре, но на этот раз мы выберем метод Object для управления нашим позиционированием. Однако мы не будем использовать сам SkyDoom, а давайте добавим новый Empty и выберем его здесь, в этом окошке. Сейчас он очень крошечный, но если мы масштабируем его до масштаба нашего неба, который равен 1000, облака станут нужного размера, и вы даже можете изменить тип пустышки на сферу. Наличие такого вспомогательного объекта – отличный способ прямого управления позиционированием, поворотом и масштабом ваших текстур, особенно текстур, которые вы хотите анимировать, например, этих облаков. Теперь, если вы захотите заставить их двигаться, вы можете просто создать ключевой кадр для пустышки и повернуть ее или переместить, как вам больше нравится. У всего этого есть небольшой недостаток, потому что когда вы масштабируете свой небесный купол, облака не будут масштабироваться вместе с ним. Для этого есть простое решение – просто объедините пустышку со SkyDoom и все. Окей, пора настроить цвет наших облаков. Я не хочу особо заострять внимание на этом. По сути, просто сделайте облака темнее с помощью более яркого пятна здесь, где светится луна. И так как мы уже выяснили это положение свечения, вы можете просто продублировать эту сеть и поместить ее сюда. Чтобы лучше увидеть, давайте снова подключим это. Вы можете изменить здесь тип на Quadratic Sphere. Так это даст вам более плавный градиент свечения, а не более резкий, как тип Spherical. Затем просто поиграйте еще с нодой Mapping, пока не найдете подходящее положение для свечения вокруг этой точки, где находится луна. Вы также можете подключить наш любимый узел Color Ramp, но на этот раз мы можем использовать его для раскраски. Добавив немного темно-синий к самой темной точке и мягкий синий к самым ярким точкам, вы можете раскрасить его гораздо более правдоподобно. Например, вот так. Теперь мы используем это в структуре облаков, поэтому вместо простого белого цвета подключите этот градиент ко второму сокету. И вуаля, мы добились гораздо более красивых облаков. И теперь у вас есть этот красивый небесный купол, который вы можете легко масштабировать, вращать и панорамировать с помощью камеры, добавляя его к своим ночным сценам. Конечно, всю эту сеть шейдеров можно было бы сделать намного более сложной, добавив больше структуры к облакам и наложив еще больше элементов. Однако я хотел, чтобы этот тутор был коротким и простым. Думаю, на этом все. Если вы посмотрите предыдущий видеоролик, который я сделал с акцентом на погодные эффекты, вы, конечно, можете добавить, например, имитацию падающего снега. И немного поработав и создав пару других элементов, создать простую, но хорошо смотрящуюся в реальном времени сцену в Иви. И, конечно же, если вы хотите создать более продвинутое окружение, вы можете посмотреть мой курс Master's 3D Environment in Blender. В нем я проведу вас через все важные шаги. На этом я благодарю вас за просмотр и до встречи в следующий раз в других моих видео на CG Boost или на моем личном канале YouTube. А я с вами прощаюсь. До встречи! Продолжение следует...